Доброе утро! Меня зовут Татьяна Цветкова. В мире слов все совсем как в мире людей. Из грязи в князи порой выбираются неожиданные экземпляры. Вот, например, богема. Подстрочник арт-деко, эстетство, экстравагантность, аристократизм. Конечно, пороки, но шик! Однако в течение долгого времени это благозвучное слово рождало совсем другие ассоциации. Карточные шулера, попрошайки и воры. Одним словом, проходимцы. Вот кто гордо носил имя богема. Ведь в переводе с французского оно означает «цыганщина» и восходит к топониму «богемия» или «чехия», поскольку именно оттуда цыгане пришли во Францию. В шатрах изодранных ночуют, как вольность, веселых ночлег. Так вот, понятие «цыганщина» как характеристика такой жизни неустроенной, бездомной, но вместе с тем авантюрной, свободной от норм общественной морали, прижилось во французском языке. Романтичную окраску это слово получило в середине XIX века благодаря писателю Анри Мюрже. В романе «Сцены и жизни богемы» он описывает безалаберный и веселый быт парижских студентов. Тот самый жизненный этап, присущий талантливым людям в молодости, когда свобода внутреннего мира сочетается со свободой действий. Жить в мире искусства и мерить все мерой поэзии. Тот самый случай, когда целью творчества является главным образом сам процесс, а не его результат. Богемы протертые штаны искусства. В 1896 году композитор Пучини написал по мотивам романа Анри Мюрже оперу, чем окончательно ввел слово богема в широкое употребление. Но с течением времени язык меняется, смысл мутирует. К концу XX века с богемой произошло невиданное. Она срослась с буржуазией, которую отвергала и презирала. Появился на первый взгляд противоестественный термин «бобо», возникший в сочетании буржуазно-богемной. Наступила эпоха, когда контркультура стала успешно продаваться на рынке. Вчерашние хэппи получили должности топ-менеджеров в крупных корпорациях. Сегодняшним творцам необходимо быть услышанными, увиденными, продаваемыми. Сегодня богемы – это те, кому удалось совместить творческое непослушание, свободолюбие и успешно реализованные амбиции. А у меня на сегодня все. Еще увидимся!